А теперь мы с вами поговорим о причинах женского адюльтера. Ну, антипричины так скромненько, раз, два, три, четыре, перечислили. А теперь причины шесть томов женских измен. Первая причина, женщина, это загадка. И до конца понять ее мотивы мы не можем. Ну вот, изменяет, сука, и все. Ну такая вот она. И не сказать, что слабая напередок, или, может, глупая какая. Но есть в ней некая, так сказать, недосказанность. Тайна, я бы так сказала. Вот изменяет она мужу и все. Следующая причина женского адюльтера, это самоутверждение. Сексуальная востребованность воспринимается как сексуальная успешность. Знаете, у женщины, у нее все должно быть прекрасно. И душа, и одежда, и мысли, и сумочка, и молодой любовник. И все это должно быть так, знаете, хап-хап-хап, эффективненько так. Вот она себя чувствует, да, такой омоложенной, успешной. Ну как тут без секса? Чем больше секса, тем больше самоутверждение. Это же естественно. Следующая причина женского адюльтера, только не кидайте в меня тапки и тухлые помидоры с яйцами. Следующая причина женского адюльтера, это комплекс неполноценности. В том числе и сексуальной неполноценности. Неудовлетворенность, собственность, сексуальной неразвитостью. Вот с мужем я ничего не почувствовала. Может это муж такой деревянный? Пойду попробую с любовником. Вдруг с любовником получится. Вдруг он не деревянный, я с ним не буду деревянной. И это может быть неудовлетворенность собственной сексуальной неразвитостью, собственной сексуальной развитостью, которая выше и шире мужа, а неудовлетворенность локализации оргазма. Муж входит и выходит, входит и выходит, четыре раза, говорит, ты кончила? А ты смотришь на него, так и думаешь, в смысле, я еще не начинала. Ну вот, да, у меня там для оргазма надо, знаете, вот другие вентиляторы крутить. Вот, а муж-то и не знает, и он так, понимаете, так искренне тебя на четвертой фрикции спрашивает. Ты кончила? Даже как-то вот обидно разочаровать хорошего человека, что нет, на четвертой фрикции я не кончила. Поэтому он как-то ищется, да, какой-то такой секс, где будет более понятливый мужчина, с которым можно будет это подраскрыть. Иногда женщине подраскрыть хочется.